Добрый день! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня хочу ставить свои 50 копеек по поводу той темы, которая в топах начиная с двадцатого года, это коронавирус. Сама пандемия у меня вызывает очень много вопросов. Если почитаю ваши комментарии и сочту нужным, я вполне возможно даже озвучу свою точку зрения, свое видение по поводу этой ситуации. Но пока, учитывая, что сейчас начала педалироваться тема по поводу второй волны, а возможно потом будет педалировать тему с третьей волной и все прочее, у меня есть ряд своих замечаний, скажем так, вопросов, которые остаются открытыми. То есть фактически весь мир обязали носить маски, перчатки, пользоваться санитайзерами во всех общественных местах. У нас в США вот эти самые гели понатыкали где только можно, в первые дни скупили вообще все эти гели в магазинах, это бизнес сейчас процветающий и так далее. Особо люди, которые подвержены страхам этот санитайзер таскают с собой в карманах, вытирая им все и все. Но при этом есть очень серьезный вопрос. Фактически, ну если мы предполагаем, что это реальный вирус и он ведет себя как вирус, подразумевает, что если вы хотите с ним бороться, это значит, что все должны в принципе одеть изолирующие костюмы и соответственно, чтобы предотвратить контакт с этим вирусом. Потому что, если это не делать и свести вот это все к минимуму перчатки, очечки и масочки, толку от этого никакого не будет. По той простой причине, что вы забываете об очень важном аспекте, а именно вы не обеззараживаете предметы, на которых как раз этот вирус потенциально может жить. Что самое интересное, в интернете никто не дает прямых, скажем так, указаний, в каких условиях этот вирус может жить, на каких поверхностях, как долго, при каких температурных условиях, ультрафиолетовом облучении и так далее. То есть, все вот эти медики и там ученые, они используют какие-то расплывчатые формулировки с приставкой может быть или потенциально может быть. То есть, судя по всему, никто вменяемого четкого ответа по поводу вот этих вопросов, на каких поверхностях и как долго этот вирус может жить, ответа дать не может. А это приводит к следующим вопросам. Вот представьте, вы каждый день выходите из своей квартиры. Давайте просто разберем день обычного человека и вы сами поймете абсурдность вот этих мер, которые принимает правительство, потому что вы не можете заставить, ну правительство любой отдельно взятой страны, не можно заставить все население соблюдать эти нормы. Потому что на небольшой процент вменяемых людей, которые будут следовать этим правилам каждый день, найдется 90 процентов людей, которым пофигу мороз и которые вообще это будут игнорировать. Вот представьте, вы уходите из своей квартиры, вы берете за дверную ручку, вы достаете ключи из своей собственной машины, заводите, едете, выходите из своей машины, хватаетесь за руль. По ходу дела вы разговариваете по сотому телефону. То есть в течение дня вы этот сотовый телефон практически не переставая берете, к лицу обратно, к лицу обратно, открываете, закрываете, бросаете этот сотовый телефон куда ни попадя. Вот и соответственно вы достаете из кармана кошелек. Из кошелька достаете деньги, пластиковые карточки, расплачиваете с ними или даете эту пластиковую карточку, там не знаю, продавцу, официанту, кому угодно, засовываете обратно в кошелек, потом берете ключи, засовываете все это в карман, вынимаете из кармана, в конце дня возвращаетесь в квартиру, берете за дверную ручку, заходите в квартиру. Для того, чтобы дойти до вашей ванны, вам нужно будет, наверное, еще пару дверных ручек взять. В ванной вы помыли руки, взяли за дверную ручку, пошли на кухню, покушали, взяли за дверную ручку, вышли, мусор понесли вытаскивать, взяли за дверную ручку. То есть, понимаете, фактически все предметы я уже перечислил. Если вы не обеззараживаете каждый день свои дверные ручки во всей своей квартире, вы не можете проконтролировать миграцию этого вируса. Это раз. Если вы ежесекундно не обеззараживаете свой сотовый телефон, этот вирус мигрирует на ваше лицо и, соответственно, попадает дальше, куда ему нужно попасть. Если вы в течение всего дня регулярно не обеззараживаете ключи от своей машины или что-то у вас там есть, соответственно, на этих ключах потенциально тоже может быть вирус. Это касается всех поверхностей вашей машины. Кнопочки для воздуха, кнопочки на магнитофоне, на плеере у кого там что стоит, всякие разные поверхности и все такое. То есть в машине этот вирус живет и на руле, в том числе. Дальше. Ваш сотовый телефон, я уже перечислил, кошелечек. Кошелечек вам придется обеззараживать вообще каждый раз, когда вы оттуда что-то достаете и туда что-то убираете. Каждый предмет, который вы это засовываете, его тоже нужно, в принципе, обеззараживать. Потому что, скорее всего, этот вирус живет и на купюрах, и на монетках, и на пластиковых карточках, и в складочках кошелька. Везде он там живет. Вот. И самый интересный карман. Карман – это то самое уютное местечко, где этот вирус должен быть 100%. Любой карман. В штанах, в куртках, в рубашках, где угодно. Но если хотя бы вы свои штаны стираете хотя бы раз в неделю, там рубашки, там, не знаю, каждый день меняете, то как вы будете, например, стирать свою кожаную куртку, или там шубу, или там пальто, если он дорогое. Вы же не можете это пальто каждый день носить в чистку и стирать, или обеззараживать. А в карманах он живет, там темно, там уютно, и в принципе, ну там самое место для этого вируса. То есть, вот эти вопросы, они, в принципе говоря, у меня в голове крутятся, и ответов, как с этим побороться, я не могу найти. В принципе говоря, сейчас есть некоторые компании, которые в Китае начали предлагать населению ультрафиолетовые лампы. С какой-то стороны это панацея. Я вот сейчас сам хочу заказать несколько образцов. Кстати, картинки вам покажу. Хочу провести расширенные испытания этих ламп. Естественно, с вирусом я не могу провести эксперименты, посмотрев, убивает ли он или нет. Но с точки зрения того, как это вообще лампа работает, я могу для себя вывести. То есть, это просто фонарик какой-то, который светит синим светом, или все это лампа, которая оказывает какое-то влияние. В принципе, это проверить можно. Я посмотрю в интернете, есть ли какие-то солюшены по поводу того, как проверить интенсивность ультрафиолетового облучения. Попробую поискать каких-нибудь специалистов на моем канале. Да у меня там, в принципе, говоря, среди знакомых есть пару людей, которые имеют хороший инженерный и научный бэкграунд. Я могу, в принципе, к ним обратиться. Но так, поскольку, поскольку. Но вполне подозреваю, что мой канал смотрят люди, которые более-менее с физикой дружат и разбираются в ультрафиолетовых источниках. Может быть, кто-то мне в комментариях что-то полезное напишет, как можно достаточно быстро сделать. Ультрафиолет, по большому счету, в принципе, как и озонаторы и другого рода, вот такие вот устройства, они, в принципе, свое дело делают. Потому что и голоден, в принципе, используется в клиниках и в операционах для беззараживания, и кварц, и в том числе озонаторы и устройства, которые озонируют воздух и создают озон. В принципе, все вирус должно убивать. Так что, в принципе говоря, ваша персональная защита – это дело ваших рук. То есть, если вы серьезно беспокоены проблемой этого вируса, первое, что вы должны сделать – это, как минимум, купить мощную кварцевую лампу хорошую и поставить у себя ее при входе в квартиру. И, взясь за правило, если вы входите, выкладывать все вещи из своего кармана, карманы делать наружу, снимать сразу всю одежду при входе, полностью обувь, одежду, все максимально, развешивать и врубать эту кварцевую лампу. Вообще желательно, чтобы она вас постоянно там молотела при входе из квартиры. И, соответственно, у вас сразу начинается чистая зона. Ну, скажем так, у входа в квартиру-то будет зона очистки, а дальше у вас уже чистая зона. Даже, может быть, для самоконтроля имеет смысл наклеить какой-нибудь малярный скотч, чтобы вы для себя чисто визуально обозначили. Это зона у вас, грубо говоря, где должны быть все предметы, которые попали с улицы, а дальше у вас следует чистая зона. Так, с точки зрения банальной логики. Тогда, может быть, в пределах своей собственной квартиры вы миграцию этого вируса, может быть, сможете каким-то образом остановить или как бы контролировать. Опять же, я говорю, что может быть, потому что я не специалист-вирусолог, я просто высказываю свои житейские соображения, с точки зрения здравого смысла. Вот. И, соответственно, вот кармашки, то есть карманы вашей одежды, особенно всякие куртки и так далее. Я думаю, что вот такого рода, если есть портативные лампы ультрафиолетовые, я уже видел такие модели, они достаточно небольшого размера, в принципе, они должны быть размером с маленькую банку Coca-Cola или Pio 033. Такого размера эти модели были анонсированы, у китайских производителей сейчас будут заказывать. Такую штуку, в принципе, говоря, если она не греется, достаточно безопасно можно в карман засовывать, чтобы она там ваш карман обеззараживала. Вот. Но вы должны взять за правило, что вы достали ключи, достали бумажник, из бумажника все разложили и дальше, соответственно, у вас происходит весь процесс. Вот. Я высказал все свои соображения и хочу услышать, что вы сами по этому поводу думаете. Очень меня насторожило, что недели две назад промелькнуло на русской службе BBC, робко так, причем только на этом ресурсе одном, интересная такая статья о том, что антитела у людей, которые этим вирусом переболели, сохраняются всего лишь несколько месяцев, там 3-4 месяца, у кого-то может быть там полгода. На мой взгляд, эта информация крайне важна и очень странно, почему все не начали трубить. Ну, я понимаю, почему не начали, потому что это сразу подстегнет панику и мнительных людей хвататься за голову и орать, мы обречены. В принципе, это разумно, потому что, ну, допустим, все-таки эту вакцину рано или поздно когда-нибудь должны же наконец-то пустить. Неизвестно, правда, какую вакцину, русскую, которую создали и атерпортовались бодренько перед Путиным аж чуть ли не в апреле месяце, или американскую, с которой тоже все непонятно, или английскую, неясно, чью вакцину будут пускать, но факт остается фактами, если антитела сохраняются непродолжительное время, насколько этой вакцины хватит и как часто вам придется этой вакцины колоться. Потом педалирование слухов и фактов о том, что этот вирус уже мутирует и в разных странах есть своя собственная региональная версия этого вируса. Насколько эта вакцина будет действована там против австралийской версии или американской или русской, если вакцина универсальная, тоже большой вопрос. И если эту вакцину сделают, к примеру, ну запустится ее массово для вакцинации хотя бы в начале следующего года, не получится ли так, что к тому моменту она уже устареет, потому что вирус успеет измениться. Вот. И придется вот этим самым исследовательским центром опять начинать все сначала. Вот. Очень такой интересный вопрос. Так что, по ходу, мы с этим вирусом будем жить достаточно долго. И та жизнь, которая у нас была до 2020 года, она у нас останется в прошлом. Вполне вероятно, что, может быть, ситуация даже ухудшится и многие страны оставят карантин и закрытые границы на достаточно долгий промежуток времени или ведут особые правила для людей, прибывающих из густонаселенных и незащищенных стран, где достаточно большой пассажирский поток идет. Вот. И, в принципе, говоря, это обоснованное действие, обоснованные действия. И мир уже не будет таким, как был до 2020 года. Вот. Поживем, увидим. И так, в этом году всего слишком много наваливается. Вот. С ужасом, значит, все смотрю. Серьезно даже задумываюсь о несвалите на какой-нибудь остров. Вот. Где народа мало, вируса нету. Вопрос только, чем там заниматься. Но, по крайней мере, вот такие мысли меня уже серьезно стали посещать. Потому что все уж больно быстренько движутся к какому-то этому... Не хочу матом, но вы поняли, к чему все это двигается. Вот. Очень неприятные мысли. Вот. Конечно, можно на все забить болт, пойти в магаз купить пиваса, выпить и сказать, да, все конем. С этим вирусом и со всем остальным. Такая позиция тоже может быть. Вот. Забить на все болт и догораемая лучина. Есть вирус, нету. Все мы все равно рано или поздно умрем. Вопрос только, каким образом и когда. Вот. Это чисто такой вопрос. Потому что никто не вещен. Но кто-то, кто-то из нас, большинство из нас хотят пожить чуть-чуть подольше, чем это может произойти. Вот. За всем откланяюсь. Ребята, вам всем хорошего дня. Не болейте, чтобы ваши близкие тоже не болели. Давайте постараемся все пережить. Вот. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова